Судьба Эдуарда Михайловича Зимовца – это большая энциклопедия эпохи через призму человеческой жизни. Непростой век был ему предначертан. Военное детство и юношество, принудительная работа в Германии и побеги после службы в армии, возвращения в разрушенную войну Беларусь, которая только начинала оправляться после тяжкой войны. Но сохраняя силы и стойкость, несмотря на неудачи и разочарования, Эдуард Михайлович оставался человеком, преданным выбранному делу и профессии. Патриотом с открытой душой и добрым сердцем. Искренним, добрым, самоотверженным. Именно поэтому в его день рождения в зале горосполкома так много людей – представители ветеранских и профсоюзных организаций, руководство города, коллеги, молодежь – все те, кто открыт к общению с такими легендарными для города личностями. Несмотря на то, что возраст уже очень солидный, серьезный, он сегодня в строю, он активно участвует во всех мероприятиях, которые проводятся в городе. Но самое главное, что он приходит в школы, в учреждения образования города и встречается с молодежью. Рассказывает о самом тяжелом периоде в нашей жизни, о Великой Отечественной войне. То есть это носитель исторической правды. В свои 95-е Эдуард Михайлович все такой же активный человек. Он не пропускает встреч с молодежью, выступлений в трудовых коллективах. Искренне радуется тем изменениям, которые сегодня происходят в городе. «Я знал тот Брест, который заканчивался перед теперешним Кобринским мостом», – признается юбиляр. И добавляет, что рад тому, что может быть свидетелем таких качественных перемен. Сегодня Брест, знаете, не узнавая, улица Песочная стала бульваром космонавтов. Там когда-то мы садили тополя, они выросли, потом надо было их снимать. Они много мусора давали. Сегодня там прекрасный бульвар. Порядка двух часов продолжался торжественный прием, в рамках которого Эдуард Михайлович-зимовец принимал поздравления и пожелания. Рассказывал о себе и своей судьбе длиной в 95 лет. В качестве напутствия участникам открытого диалога Эдуард Михайлович пожелал научиться радоваться каждому прожитому дню, ценить то, что имеешь, и быть небезразличным к судьбе своего города и своей страны, воспитывать молодежь. А этому у юбиляра действительно можно поучиться. Важно то, какими мы их выносим. Наверное, это самое главное. Главное, не кем он будет. Будет он инженером, будет он поваром, будет он парикмахером. Главное, каким он будет. Кого он будет представлять. Сумеет ли он защищать свою родину. Готов ли он к этому. И, наверное, это самое главное наше педагогическое, да вообще и ветеранское, будем говорить, задача. Да и задача, наверное, управленцев. Главное тому, кому мы передаем бразды управления в руки.